Ну, смотрите, сегодня уже 25 число. Ну, никаких выплат нет. Мужа Алины Лазаревой мобилизовали в конце сентября. Прошел месяц, но до сих пор на его счет, говорит женщина, не пришло ни рубля. Сама Алина только вышла из декрета. Теперь на ее руках двое детей. Я создала группу в Телеграм, где также вот жены мобилизованы. Мы там как бы друг друга поддерживаем, потому что все равно тяжело психологически и все. И вот две девочки из них получили, ну, не делаю, но мужья. 761 рубль что-нибудь. Ну, я говорю, им хотя бы что-то пришло. Муж Алины проходил боевое слаживание в Казани. Начало занятий и тренировок, по словам женщины, пришлось на конец сентября, начало октября. Неделю назад президент страны заявил о выплатах в 195 тысяч каждому мобилизованному. Сегодня мною подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава. Накануне на совещании Михаил Мишустин сообщил, в зависимости от звания военнослужащего предусмотрены повышенные оклады и все средства уже доведены до Министерства обороны. И все средства своевременно доведены до Министерства обороны. Мы держим это на контроле. Ведется мониторинг, как осуществляются такие выплаты. Этим в рамках рабочей группы Координационного совета занимается Министерство финансов совместно с Министерством обороны. У жен мобилизованных логичные вопросы, когда и как к ним придут деньги. Мы же мобилизовали 27 числа, и то выплаты пришли. Другой мобилизовали 29 числа, и то пришли. А у нашего 26 денег нет. Алина Сетует уже потратила больше 50 тысяч рублей на берцы, термобелье, обмундирование и лекарства. Возместить эти траты рассчитывала с довольствием мужа, как заявили в военкомате республики. Нужно подождать. Заработная плата начисляется после того, как гражданина включили в списки части за отработанный месяц. Во время слаживания и после него оплата поступает каждый месяц с 10 по 20 число. Для того, чтобы получить зарплату, военно обязанному нужно написать заявление в единый расчетный центр с указанными реквизитами. Юристы в таких случаях советуют обращаться в соответствующие инстанции. Если вам задержали выплаты, то вы можете обратиться в Министерство обороны. Также есть единый расчетный центр, который отвечает за выплаты. Он находится по адресу город Москва, Спартаковская, 2. И также по всем вопросам нарушения российского законодательства вы вправе обратиться в прокуратуру. Вы можете это сделать через госуслуги. Напомним, глава государства подписал поручение о неукоснительном соблюдении сроков и размера. Выплат мобилизованы. Выполнение поручения Владимир Путин возложил на Минобороны и Минфин. Срок исполнения до 1 ноября. По всем дополнительным вопросам можно звонить на горячую линию Единого расчетного центра Министерства обороны России. Ее номер 8 800 737 77 37. Рамиль Шайдуль, Олег Мельников, ТНВ, Казань.